Без спешки! Владимир Путин, работавший сегодня на космодроме, озвучил принципиальное решение. Летом и зимой реконструкция канализационного коллектора в Благовещенске идет непрерывно. Вернем обратно. Таможенники показали китайским коллегам и журналистам операцию с радиацией. Экстрим под крышей. В областном центре откроют уникальный парк для роллеров, скейтеров и велосипедистов. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости информационной программы «Город». В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте! Борт номер один приземлился в Благовещенске во втором часу дня. Владимир Путин, прилетевший в Преамурье с рабочим визитом, в областном центре не задержался. Сразу отправился в Свободенский район и приступил к осмотру объектов строящегося космодрома. Владимир Путин осмотрел монтажно-испытательный, технический, стартовый комплексы, а также командный пункт. Оценил темпы строительства жилья для работников космодрома, а после провел в Углегорске совещание. Главной новостью которого стал перенос первого пуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный» на 2016 год. Цитата. «Космическая деятельность – это не то, где нужна штурмовщина. Не нужно победных реляций. Нужен качественный результат. Завершайте работу, настраивайтесь на первые пуски весной в 2016 году». Конец цитаты. В Благовещенске к предстоящей зиме все готово, отчитались специалисты ГСТК на совещании при мэрии города. Завтра они завершают переоборудование техники для борьбы со снегом, которое ожидают в областном центре уже на следующей неделе. Подробности у Кристины Добровольской. Камаз и Деу – похлещи заправских мудниц. Меняют так называемый гардероб полностью дважды в год. Бочку для воды, исправно служившую во время жары, с помощью крана сняли и установили кузов для реагентов. Помимо смены оборудования, вся техника проходит еще и техническое обслуживание. Согласно техническому обслуживанию, есть такое понятие, как межсезонное ТО. Это замена всех масел, фильтров, моторных масел, гидравлических. Оно производится два раза в год – в осенний период и в весенний. Всего в подразделении к зиме готовят более 50 единиц техники – тракторы, погрузчики, самосвалы, грейдеры, камазы и зилы. Но на случай авралов транспортом готовы помочь подразделения по санитарной очистке и озеленению. В их распоряжении три погрузчика, 12 самосвалов, бульдозер и экскаватор. Это малютка трактор МКЗ-320, в простонародье называемый «Вишенка». Именно он будет заботиться о комфорте пешеходов этой зимой. Для чистки тротуаров на него специально навесили вот этот отвал и заменили щетки. Кстати, щетки-солнышки приходится менять раз в 2-3 дня. Так быстро они изнашиваются. Ножи на грейдерах и пластины на тракторах реже. И того и другого в подразделении хватит до весны. Как и реагентов. Зимы здесь уже дожидается 213 тонн соли и 4000 тонн отсева. Об этом мэру города доложили сегодня на совещании по подготовке к зиме. Переоборудование на зимний период произведено на 80%. У нас намечен на вторник, либо среду смотр техники. Ножами техника обеспечена на весь зимний период. Щетками обеспечена, реагентами обеспечена. Люди обеспечены необходимым инвентарем, спецодеждой. Ну и как бы в тех мощностях, которые есть в предприятии, оно готово к зиме. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город». Какие работы с наступлением зимы продолжатся в прежнем режиме, так это реконструкция канализационного коллектора. Буквально накануне специалисты зашли на новый участок улицы Зейской. От новой до железнодорожной. Ранее сдали 4 отрезка, а пятую уже готовят к асфальтированию. Анжелика Павлова расскажет об итогах прошедшего сезона. Готовить основание под асфальт на проезжей части в районе улиц Зейской и Кузнечной рабочие начали с понедельника. Отставание от графика составило 3 дня. Все из-за дождей, объясняют специалисты. И добавляют, основное все уже успели. Полностью переложили 136 метров коллектора в сторону Амурской и 15 метров в сторону Ленина. Поменяли водопровод и 19 метров теплотрассы. Через неделю участок сдадут в эксплуатацию. Здесь будет, проезжая часть сделана полностью по Зейской, два слоя. А в сторону, вправо-влево, ну, успеем, значит, два слоя положим. Не успеем, значит, один слой положим по Кузнечной. В сторону Ленина и в сторону Амурской. Бордюры стоят уже, в принципе. Тротуары будем делать в октябре, это в ноябре. Весь комплекс работ, который участок в районе Кузнечной уже претерпел, отрезку Зейской от новой до железнодорожной еще предстоит. Рабочие туда только зашли, предварительно переложив трубы в этом сезоне на протяжении сразу четырех городских кварталов. Буквально на днях специалисты завершили работы на перекрестке улиц Зейской и Лозой и даже положили здесь один слой асфальта. Со вторым пока не торопятся. В мае рабочие вернутся на этот участок. На этот раз, чтобы заменить ливневую канализацию. Жители района исчезновению перекопа рады несказанно. Преодолевать препятствия им приходилось целых четыре месяца. Я доволен, потому что раньше невозможно его пройти, все завалено постоянно, яма, лужа. А вот сейчас уже все, наконец-то положили. Автобилисты намного лучше стало, обходными путями не придется бежать, ну и как-то проще стало. Полностью завершить реконструкцию коллектора в Благовещенске планируют в сентябре 2017 года. В результате горожане получат не только новую и прочную канализацию, но и 15 километров отремонтированных дорог, ставших шире на 1,5-2 метра и 1300 дополнительных парковочных мест. Анжелика Павлова, Андрей Белый, программа «Город». 46 тонн мусора убрали с улиц и дворов участники акции «Чистый город». В Благовещенске в общей сложности прошло 24 субботника. Но в ГСТК продолжают принимать заявки. Их уже 115. Напомним, заявку на получение инвентаря и вывоз мусора в ГСТК принимают только от бюджетных учреждений. Им уже выдано почти 9 тысяч мешков, 836 метел и 185 грабель. Жители многоквартирных и частных домов, а также предприниматели должны организовать субботники самостоятельно или при содействии управляющих компаний. До 30 октября весь собранный в рамках акции «Мусор» абсолютно ото всех горожан на полигоне бытовых отходов примут совершенно бесплатно. Глава области Александр Козлов провел прием граждан по личным вопросам. Амурчан интересовало устройство детей в детский сад и переселение из ветхого и аварийного жилья. Переехать из старого жилья давно хочет Галина Еремина из Белогорска, но точной даты расселения дома не знает. Прояснить ситуацию Александр Козлов предложил Станиславу Милюкову, мэру Белогорска. Тот рассказал, что женщина может рассчитывать на переезд к Новому году и даже выбрать квартиру по душе. Дом достроен, сейчас идет отделка. Еще одну посетительницу Благовещенку Марину Бодрову интересовал вопрос о выделении путевок в строящейся в микрорайоне филиал детского сада номер 68. Мэр Благовещенка рассказала, что запись туда уже ведется. Мы просили всех тех, кто желает именно в этот детский сад, чтобы нам заранее дали свои документы, заявления, чтобы мы могли уже сформировать именно этот детский сад по месту проживания. Но на сегодняшний день у нас еще 300, вот когда угол 300, заявлений уже есть на этот детский сад. Поэтому мы по этому детскому садику и будем подходить именно с таким планированием. Прямо во время встречи женщина написала заявление в мэрию Благовещенска о предоставлении ее ребенку места в новом детском саду, после того, как его сдадут в эксплуатацию. Из Благовещенска в Москву можно улететь всего за 6,5 тысяч рублей. Компания ВимАвиа, сменившая Трансаэро, попала в государственную программу субсидирования региональных авиаперевозок. Первый рейс ВимАвиа отправится из Благовещенского аэропорта завтра, 15 октября. По льготной цене в 6,5 тысяч рублей до конца месяца в столицу могут улететь дети, молодежь до 23 лет, а также пенсионеры. Бюджетники смогут добраться до Москвы за 13 тысяч рублей. Билеты для остальных категорий пассажиров стоят дороже – от 17 тысяч рублей, тогда как Трансаэро возило и за 11,5. На Благовещенское таможне задержали груз с повышенным радиационным фоном. Сделали это в рамках международных учений «Барьер-2015». На них съехали специалисты из разных городов России и Китая. На секретную операцию пригласили и нашу съемочную группу. Кристина Коширина продолжит. Сирена, включенная намеренно, предупреждает о настоящей опасности. Внутри грузовика, проходящего таможенный досмотр, обнаружили радиоактивную руду. Фон обычного, на первый взгляд, чемоданчика превысил норму в пять раз. Это показал прибор под названием «янтарь» стоимостью в 2 миллиона рублей. Здесь «янтари» находятся, были установлены с 2000 года и производят радиационный контроль перехода. Значит, суть этой аппаратуры. «Янтари» измеряют ежесекундно естественный фон и при повышении определенного фона идет сработка. Взять чемоданчик в руки позволяют себе только специалисты в защитных костюмах. Остальные могут лишь постоять рядом. И то не ближе 50 сантиметров. Проверку, которую сегодня инсценировали для китайских коллег и журналистов, амурские таможенники проводят ежедневно. Осматривают водители транспорт. И периодически находят искомое. Иногда это самые безобидные, на первый взгляд, вещи. Значит, у нас в грузовом направлении было в Паярково. В 2011 году мы обнаружили браслеты, вернее кулоны, извиняюсь, кулоны везли, тоже очень с хорошим превышением были. Мы их вернули, возврат был. А так, в основном, у нас только пассажирком пункте пропуска задерживают. Вот за последние пять лет у нас было 12 возвратов. То есть, это браслеты, в основном бюджетерия. После обнаружения радиации транспорт пломбируют, а полученные показания переводят на специальный монитор. С его помощью уже в безопасных условиях составляют такт таможенного досмотра. После транспортное средство вместе с источником возвращают на родину. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город». Православные верующие отмечают сегодня покров Пресвятой Богородицы. С этим праздником связано немало примет. Самая популярная из них – погодная, гласит, если сегодня не идет снег, а солнце лучисто, всех нас ждет лютая зима. В этот день нужно готовиться к холодам, соблюдать пост, ходить в церковь и жениться. Тем, кто сочетается узами брака на покров, Богородица дарит счастье, благополучие и любовь на все совместно прожитые годы. В Благовещенске сегодня поженились 28 пар. Результат любой другой октябрьской среды – не более 15-20. При этом популярность праздника среди благовещенцев только растет, поясняют в ЗАГСе. Повышенный спрос на женитьбу в этот день наблюдается всего года 3-4. Героев нашего следующего сюжета сплотила Япония. Правда, интерес их вызван не культурой и традициями этой страны, а достижениями ее автопрома. Похвастать своими эксклюзивными авто благовещенцы собрались на GDM-слете. Не пропустила его и наша съемочная группа. Дерзкий дизайн, эксклюзивное литье, максимально заниженный бампер и прочее – роскошь, а не средства для передвижения. К такому выдающемуся внешнему виду своих авто стремятся все последователи движения GDM. Есть они и в Благовещенске. То, что некоторые горжане в переделке своих авто явно преуспели, показал второй слет любителей тюнинга. Один из самых ярких его участников – Константин Реутов и его черный Ниссан. Это моя, ну не знаю, голубая, розовая, пускай называют кто как хочет, но это реально была моя мечта с детства. Я хотел себе эту машину, я добился этой мечты. Это машина-легенда. Именно эти модели, легенды, в Японии они очень сильно распространены, Америка очень сильно их любит. И в принципе эти машины, ну я думаю, одни из первых, кто покорили именно версию дрифт. Впрочем, дрифтовать на слете, который любители японских тюнингованных авто устроили прямо на парковке возле торгового центра, было необязательно. Задача собравшихся – увлечь своим хобби как можно больше автомобилистов. Полюбоваться на полсотни нестандартных четырехколесных пришли полторы сотни зрителей. Организаторы остались довольны. Любовь можно не только купить, но и улучшить. Наверное, от этого у меня и пришла эта идея. Я решил найти себе единомышленников, и их очень много. Мы не рассчитывали, что приедет так много народу, поэтому планируем это все развивать, продолжать. Надеемся, что у нас с каждой встречей будет становиться все больше и больше. Второй слет – это только начало, обещают организаторы. Собраться снова они планируют уже в декабре. А летом устроить грандиозный фестиваль и пригласить гостей со всего Дальнего Востока. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город». А в середине ноября в Благовещенске откроется первый крытый экстрим-парк. Равных ему не будет не то, что на Дальнем Востоке, во всей России, обещают организаторы. Фишка парка – трассы, имитирующие горную местность. Скейтеры и ролеры здесь уже пытаются тренироваться, несмотря на продолжающееся строительство. Дерево – основной строительный материал в этом парке, хоть и нестандартный. Форму для экстремалов в основном строят из металла и бетона. Деревянные же конструкции хорошо имитируют почву. Это решение для поклонников горных дисциплин. Уникальная площадка пока только готовится к открытию. Но ее уже вовсю тестируют. В итоге под одной крышей поместятся и скейтеры, и ролеры, и велосипедисты. Будет зона для любителей игровых приставок и место для самых отчаянных. Организаторы сделают подушку, на которую можно будет падать прямо на велосипеде после прыжка с трамплина. Но это планы. А пока в недостроенном парке с черновым аскетизмом профи-роллеры повышают свое мастерство на свободном от досок пятачке. Самые сложные элементы – это элементы, которые делаются на одном колесе. То есть как лицом вперед, так и спиной. Есть сложные элементы, которые, к сожалению, пока не выучил. Организаторы планируют не просто предоставлять площадку для свободного катания. В скрытом центре откроют даже велосекции для детей и взрослых. Наталья Бернацкая, Наталья Спицына, Андрей Белый. Программа «Город». Череда городских новостей подошла к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю. Небесполезная информация всегда доступна на сайте tvgorod.rf. Звонки принимаем по номеру 524202. Приятного вечера! Смотрите нас снова! Субтитры подогнал «Симон»!